Музыка А как называется этот собор, ты знаешь? Никольский А почему так называется? Потому что это Никольский садик Никола-Богоявленский морской собор в Санкт-Петербурге Один из самых красивых храмов в городе Возведен по повелению Петра Первого Этот собор никогда не закрывался Нижняя церковь его освящена во имя Святителя Николая Чудотворца И в царское, и в советское время Сюда приходили русские моряки Поставить свечку и попросить благословения У святого Николая на морской поход А Николая Чудотворцы слышали все Но историю этого великого святого Многие не знают Будущий великий святитель Родился в обеспеченной аристократической семье Через 250 лет После рождения Иисуса Христа На окраине Византийской империи В приморском городе Потары В Ликии Сегодня это территория Турции Затем его семья переехала В портовый город Миры Здесь святитель провел всю свою жизнь Николай в переводе с греческого Означает победоносный народ Из поэмы Данте Божественная комедия Глава Чистилища Стал Николая призрак воспевать Который трех невест спасти Желая от всех дурных соблазнов тайных Дать решился им приданное Здесь Данте говорит о первом деянии молодого Николая А история была такая Один человек разорился И чтобы не умереть с голоду Решил продать трех своих дочерей В публичный дом Узнав об этом Николай глухой ночью подошел к его дому И бросил в окно мешочек с золотыми монетами Одна только подробность в древнем тексте есть Что это дом соседа И тогда все становится на места Вот он с ними рос, с этими девочками Он увидел, что их хотят дать блудилище Он получил наследство Он не собирается на них жениться У него другой путь Он хочет стать священником Он хочет стать монахом Если они пойдут в блудилище Какой у них шанс Из такой бездны, из преисподней Стижать Царствие Небесное в будущем Это очень большое грехопадение Именно святителю Николаю Мы обязаны традиции дарить На Рождество подарки Например, в Западной Украине До сих пор существует обычай Подарки детям под Новый год Дарят именно 19 декабря В день Николы Зимнего С детских лет Николай преуспевал В изучении Божественного Писания Днем не выходил из храма А ночью молился, читал книги В вопросах веры был подобен старцу Такое служение Богу Не могло остаться незамеченным По кончине архиепископа Мирликийской церкви Иоанна Встал вопрос, кто станет на его место И один из епископов увидел во сне Что владыкой надо избрать юношу Который первым войдет утром в храм Имя его должно быть Николай На рассвете двери храма первым открыл Богоблаженный Николай Впоследствии его стали называть Мирликийским чудотворцем По древнему преданию Архиепископ Николай имел ангельский лик Исполненный святости и благодати От него исходило некое пресветлое сияние Как от лица пророка Божьего Моисея Уже в наше время, в 1953 году При вскрытии гробницы святителя Антропологические исследования показали Что иконографический образ святого По своим чертам полностью соответствует Его портретному изображению Мощи святого Николая находятся В итальянском городе Бари Вот уже более 1600 лет Русские называют этот город Барград В 1087 году 62 итальянских моряка Привезли сюда из далекой Малайзии Мощи великого святителя В древности Ликея была окраиной Византийской империи К моменту вывоза мощей святителя Большая ее часть была уже оккупирована Турками-сельджуками Государственный строй был нарушен Здесь действовали разбойничьи отряды Которые нападали на города Грабили храмы и мирное население В то время многие итальянские Венецианские купцы Приезжали в Малую Азию для того Чтобы выкупить или выкрасть Христианские святыни Было ясно, что скоро вся эта территория Окажется под властью османов И вот весной 1087 года Три итальянских корабля Остановились около порта Плакома Сегодня это одна из курортных зон Современной Турции Высадили небольшой отряд для разведки 47 человек вооружившись Отправились в храм святителя Николая Монахи-старожа Ничего не подозревая указали помост Под которым была скрыта гробница святого Где по обычаю чужестранцев Помазывали миром от мощей святителя Пришельцы открыли свои намерения монахам И предложили выкуп 300 золотых монет Но монахи отказались от денег И хотели поднять тревогу Тогда борийцы связали их И выставили свою охрану Они разбили помост Под которым стояла гробница с мощами В этом деле особенно отличился Некий юноша Матфей Желавший как можно быстрее Обнаружить мощи святителя Значит раздалбил эти плиты И потом ногами Встал в мощи И в результате этого Вот что я могу сказать антропологически Понятно что он раздавил Вот эту часть мощи Всю тазовую Она в мелкую фракцию превратилась И он вычерпывал мощи И они его складывали в одежду Одного из священников Дело воровское Надо говорить правду Я считаю Украли мощь Тоской неблагословения Никого архиерея не было Добровольной выдачи не было Было под угрозой пытки Вот И они принесли кораблю Но в это время появился архиерей Ликийский С людьми Они стали плакать Просить Они дали денег Дали хорошую сумму Но это не утешило никак Потому что это не меняется на деньги Вот Это главная святыня была И уехали в баре Во время 20-дневного путешествия Из мир Ликийских в Италию На море поднялась сильнейшая буря Дело в том, что некоторые из моряков Пытались тайно взять Часть мощей себе на память Священники предупредили Если они не вернут взятое То все погибнут И они вернули Кто зуб святого Николая А кто косточку Буря утихла 8 мая корабли приплыли в баре 9 мая Мощи святителя Николая Торжественно перенесли в церковь Святого Стефана Перед праздником 22 мая Проходит молебен Открываются специальные ворота И паломников пускают Приложиться к мощам Святого Николая Это единственное место в мире Где католическая и русская Православная церкви Служат поочередно Престол, под которым находится Их общая святыня Мощи Николая Чудотворца Радуйся, страсти, наказатель Главы и речи Радуйся, цветы, сучи На новой деяниях Радуйся, народ Крестово, святая Главы и сомния Радуйся, миры и планищи Возведение Радуйся, право А события 11 века Напоминают лампады В виде валов Перевозящих мощи святителя От берега моря до храма Сюда, в Италию Были привезены Из мерликийских и камни Из которых сложена гробница И надгробные плиты Этот пол тоже 11 века Тогда здесь был дворец Византийского наместника В 14 веке слепому сербскому царю Явился Николай Чудотворец И исцелил его от слепоты Эта икона Дар сербского царя В 19 веке Николай Васильевич Гоголь По пути в Иерусалим Приезжал сюда Как паломник Поклониться мощам Своего небесного покровителя Идите ко мне К святому Николаю Спасибо Спасибо Паломники из России Их еще называют странниками Они всегда стремились И стремятся сюда В баре Царь Николай II Решил построить храм И странно приимный дом То есть гостиницу для паломников В год 300-летия дома Романовых Была куплена земля А известный архитектор Щусев Создал проект Храм и дом были построены Незадолго перед революцией Но в годы большевистского атеизма Храм передали городским властям Города Бари И только 5 лет назад Он вновь возвращен Русской православной церкви Настоятелем храма Сейчас является отец Владимир Кучумов В прошлом выпускник МГУ Его супруга Матушка Наталья Рассказывает нам О русских паломниках Русского постоянного служения Мочей святого Николая не было До нас конечно Начало 90-х годов Были по праздникам Святителя Николая Большие Скажем так Крестовые походы русских Когда приезжали корабли По праздникам То есть один корабль приезжал Большой Который был корабль храма И паломники Из порта Крестным ходом Шли к святому Николаю Здесь совершали богослужение Это было для борисов Шоковое состояние Никогда не видели Чтобы было так много русских Любящих и молящихся Святителя Николая У нас было однажды На Рождество Паломничество Когда приехала женщина Одна Из Якутии Где нет храма Она учительница И ей ученик подарил Эту путевку Который уже вырос Ученик Из письма русских людей Святителю Отец Владимир Собрал целую книгу Одна женщина Из Нижнего Новгорода Она писала Что она живет В большой Нужде У нее есть маленькая дочь Которая мечтает О большой кукле И она просила Это письмо Положить на мощи Я письмо Значит, конечно Это положил И показал его Некоторым нашим Паломникам Которые как раз Живут в тех местах И через Несколько дней Эти паломники Мне пишут Что мы отправили Вот эту куклу И не только ее И многое Вот иное Этой девочке Все паломники Без исключения Увозят из баре Мира От Николая Чудотворца Мира Это маслянистая жидкость Которая выступает На чудотворных иконах И на святых мощах Но Мира Или как итальянцы называют Манна Абсолютно прозрачно Как вода И некоторые сомневающиеся люди Считали, что это результат Конденсации Поскольку мощь Находится глубоко Под землей В каменном гробу Но в 1953 году Во время реконструкции Мощи вынули И обернули их Белым полотном И поместили В вакуумный ковчег И святитель Николай Смело стелся Над нашим маловерием И явил свое чудо Укрепил нас вере Когда открыли Этот ковчег То вся ткань Которые были завернуты Мощи Была переполнена Вот этим благоуханным Прозрачным Как вода Миром Таким образом Было доказано Что это чудесное явление Мироточения А не Какое-то физическое явление Конденсации А у нас здесь есть? Мира чистая Да Вот в частности Вот в этой пылочке А вот смотрите Да И вот здесь Это здесь Все представлено Это все чистая Мира В храме Находится сокровищница Здесь собраны Реликвии Христианского мира Ковчег В котором перевозили В баре Мощи святого Николая Рука Сотника Лонгина Проткнувшего копьем Спасителя на кресте В витринах Стоят маленькие Большие бутылочки В которых В прошлые века Собирали мира От мощей святителя Иностранцы Сюда ходят Просто смотреть А русские Паломники Прикладываются К этим стеклянным витринам Для нас Это святое Мы приехали еще Потому что нам нужна помощь Мы будем попросить Что-то серьезное Да Мы надеемся А всем поверить Мы вас поздравляем С праздником Вас тоже поздравляем И всех Для кого это готовится И желаем помощи Любви И чтобы И все Мы кучи и кучи Среди Николая Стране нашей помог Я выучила Старалась славянский язык Потому что все время Я вычитала Это такие картины Вот И Я жила очень долго В коммуналке В Санкт-Петербурге В убогой Совершенно Больше десяти лет Я пошла Опять к Николаю Гуднику У нас в Смоленском храме Там где Ксения Блажина Висит огромная Икона С его мощами И я сказала Учеников Если поможешь Я обязательно приеду К тебе в баре Причем я не знала Как я приеду На какие деньги Что это будет За чудо Вот Дала обед И вдруг Я имею эту комнату Без доплаты На двухкомнатную квартиру Вот Это разве не чудо Вот А потом Надо же в баре ехать Когда узнали Что я уеду В Италию Ко мне подходили Какие-то старушки Я даже никого не знала Все давали Вот Я вам покажу Сережки золотые Вот Эти вот сережки Золотые Я шла по улице Подошла с женщиной Мне сказали Что вы в баре едете А я хочу Чтобы вы их отдали И Я очень хочу Родить ребенка Я уже пять лет Замужем И мы проверялись С мужем И мы были Оба здоровые У нас нет детей Там какой-то Один шанс Из тысячи Что Я забеременею Врач Сказала У вас есть надежда Но очень слабая Поэтому Она сказала Вот я не могу дать денег У меня ничего нету Но и что Эти сережки повесили Отдали Священник Говорит Что он их повесил Над иконой Внутри иконы Где Вот В баре Именно в баре Правилом веры И образом кротости Называют Святителя Николая Православные христиане Надо сказать Что святителем Николаем Занимаются Очень много исследователей Вот Очень большой интерес Вызывает этот святой И не случайно Потому что Как Допустим Как в храм Вы заходите Вы Ни одного храма Не увидите Чтобы там не было Иконы Святителя Николая Я имею ввиду В славянских землях Вот Также И Придете вы В любой отдел рукописи И вы Ну Не может быть такого Чтобы там не было Хотя бы одной рукописи В самом Таком Отдаленном Месте В каком-то В отдаленном Книгохранилище Обязательно Вы там найдете Рукопись В которой будет Произведение Посвященное Святителю Николаю 19 декабря Праздник Николы Зимнего В Богоевленском Морском Николаевском Соборе В Санкт-Петербурге Это дата Успения Святителя Николая На Руси Два раза в год Славят Великого Христианского Святого Россия жила Верующая Большинство Верующих В России Жили От Николы Весеннего До Николы Зимнего От Николы Зимнего До Николы Весеннего Потому что Так повелось Что это Считается Одним из Главных Святых Наших В храм Идут люди Когда что-то Случается Когда какая-то Беда Или болезнь Или несчастье Вот мне бы хотелось Всем сказать Что в храм Надо идти В радости Вот когда радость За это тоже Нужно поблагодарить Господа И того святого В кого вы верите Считайте Что он вам помог Лик Николы Можайского Чудесным образом Явился здесь На этом месте Никольской башни Кремля Еще в 1403 году При великом князе Василии Сыне Дмитрия Донского Во время войны 1812 года Никольская башня Была наполовину Разрушена Французами Только Образ чудотворца И даже стекло И лампады Перед ним Не имели Ни одной трещинки По приказу большевиков В мае 1918 года Икона была закрыта Красным полотнищем Однажды В совершенно безветренную погоду Как писали тогда газеты Во время гуляния На Красной площади Полотнище Медленно Сползло На землю И лик святого Строго взглянул На гуляющих После этого Большевики Сняли икону А место Где она висела Закрасили Таким мы видим Это место И сейчас У молодого Сергея Есенина Есть стихотворение Под названием Микола Говорит Господь С престола Приоткрыв окно За рай О мой верный Раб Микола Обойди ты Русский край Защити там В черных бедах Скорбью Вытерзанный люд Помолись с ним О победах И за нищих Уют Может быть Сейчас пришло Наконец время Для того Чтобы поставить На прежнее место В кремлевской стене Икону Николы Можайского Чтобы потомки Наши знали Почему ее Называли И называют Никольской Редактор субтитров А.Семкин